Здравствуйте дорогие огородники! Вы на канале Дача Удача. Сегодня я хочу посадить фасоль вигну. Вот эти семена у меня остались с того года еще. Я их специально оставила, чтобы не покупать. Высаживать я буду ее в теплице. В том году она тут у меня замечательно росла. И вот что хочу еще показать. Вот остались, видимо, семена латупали. И они уже начали потихонечку проклевываться. Вот они маленькие у нас уже сходят. Но их я оставлю. Не буду их выдергивать. И сейчас будем вот это вот высаживать. Так, делаем вот такие вот борозды. неглубокие сантиметров. Ну, наверное, на 5. Где-то 5 сантиметров глубиной. И распределяем семена через сантиметров 15, наверное. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. И здесь так же. Примерно вот на таком расстоянии. Хочу еще сказать по поводу семян. Их лучше сажать сухими, не замачивать. Уже какой год я сделала вывод, что сухие семена мы просто кидаем в почву. И буквально через неделю уже появляются вот сходы и листочки сразу. То есть что-то с ними происходит. То ли они загнивают, то ли что. В общем, сухими нужно их высаживать. Вот. И присыпаем навозом. Вот у меня есть перепревший навоз. Можно просто землей. Но я их решила немножко удобрить, потому что почва тут у меня уже истощенная. Вот. Сейчас мы вот так вот их засыпем засыпем и водой зальем. Хорошо, 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 прям обильно, чтобы наши ростки, если начнут появляться, не засохли. Вот так. Вот так вот. Обильно, обильно, хорошо проливаем. Ждем. Ждем. Вот такая вот уже фасоль у меня сегодня, на сегодняшний день. Сегодня 25 июня. Конечно, в этом году у нас как бы холодно. Медленно все растет, но растет. Вот это вот, которые семена сами взошли в том году, которые оставались. Вот они чуть побольше уже. И их нужно подвязать. Вот. Уже направить. Сейчас я это буду делать. Вот для подвязки использую вот такие вот металлические колышки. Здесь завязываю ниточку и устанавливаю возле кустика. Все. И направляем наверх. Вот так вот получается. Все просто. Сегодня 4 августа и я хочу показать вам на какой стадии моя фасоль Вигна. Стручки у нее уже завязываются. Вот, посмотрите, какой рост. Сантиметров 30 уже точно есть. И вот они уже болтаются, наливаются. Вот такая красота. Скоро будем начинать снимать урожай первые стручки. Итак, сегодня уже 19 августа и я буду собирать часть урожая фасоли Вигна. Это вот эти вот длинные стручочки у нас. Вот, посмотрите, их так сразу и не заметишь, потому что они сливаются со стеблем. Вот. А так вот она какая. Вот видите, висит. Вот это уже полные, уже налитые, то есть их можно в принципе снимать. Вот еще стручочек. Вот какой он длинный. Пошел, 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 пошел. Вот сейчас мы его наверху снимем. Вот один. Вот они вот это вот еще маленькие у нас. А вот эти вот уже можно снимать. вот еще одна. Смотрим у нас вот. Так. Вот если на раз покушать, допустим, да, вот сделать поджарочку с картошечкой, то на семью четыре человека ну, штук пять, я думаю, хватит. Вот. Ну, вот, то есть даже я не думаю, а я вот обычно беру, да, по штук пять и на раз в принципе этого достаточно. Ну, а там также можно ее и замораживать на зиму. Это вообще здорово, то есть достал. Она такая мягкая, нет в ней прожилок. То есть вот если вот обычные стручковые фасоли, да, вот допустим, немножко перерастают и они становятся, волокна у них появляются жесткие и все уже в принципе не это не очень вкусно. А вот эта же она вообще просто бесподобная. Вот. Я в нее просто влюбилась. Вот. Вот, посмотрите, вот штук пять я сорвала. На упаковке заявлено, что она вырастает 60 сантиметров. Но у меня она вырастает и еще длиннее. то есть даже до метра в том году доходила длина. Вот они просто длиннющие его огромные. Вот. Так что сажайте, пробуйте. Вот у нас в Сибири в теплице я ее выращиваю и в принципе даже можно попробовать рискнуть вырастить на улице. Главное вот ее подвязывать, чтобы она наверх поднималась. Ну вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.